Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, сегодня у нас будет Денотик Макс, Гроза Подворотен, скинчик у него вот такой вот красивый, да, ну, красивый, да, в кавычках. Завезли у нас пока что немного всего, хотя вышел патч уже небольшой, 8.4, 4.8.1 точнее, да, то есть микропатч завезли, но он еще не у всех вроде бы вышел, поэтому, можете, если у вас его нет, он не особо не парится. И Винтик новый тоже не завезли, как вы заметили, да, не хотят завозить разработчики, ну, может быть, Черку тоже завезут, посмотрим, если что. Ну и Лабиринтик, Лабиринтик завезли вот на Фламинго Милу, опять же, проходите, кто хочет, проходите, опять же, не советую никому тратиться больше одного бота, потому что, ну, скин, он того не стоит, как по мне. Крутим колесико, конечно же, там в магазине все акции отключили, печально, конечно, тоже, да, ну вот, есть акция на, вот, там, легендарные предметы, да, очень полезная, конечно же, акция, прям, с бронзового сундука вам нападает куча легендарных предметов, вон, на тоне легендарные предметы нападали. В больших количествах. Да, такие дела. Ну, а мы отправимся, наверное, сразу в командные бои, потому что тут нечего сейчас особо рассказывать, как бы, в боев, ну, ничего интересного нет сейчас в игре. Ждем, так сказать, когда разработчики завезут, опять же, там должен быть какой-то ивент или событие, какой-то необычной акции, возможно, коллекция на новый скин для квалы. Опять же, возможно, с этой штукой еще и завезут возможность, помимо того, что вы получите скин на квалы еще персонажа. Ну, короче, шансики есть, в принципе, только вопрос, когда оно будет и будет ли вообще. Ненотик у меня сейчас с феромончиками, вот такими вот модными, да, долгого я их ждал, но теперь они вот готовы. Да, и мы будем их использовать. Кстати, заметьте, вот Лиззи подняла золотое копье вот здесь вот, подняла серебряный лук. Смотрите на мои предметы прекрасно. Ну, ладно, лук повезло, да, а вот золотое копье, конечно, обидно. Очень обидно. Ну, вот, вот, не играют командно, из-за этого такая фигня постоянно происходит. Ну, ну, понимаете, игроки в зубы, ну, у нас еще рейтингов, ну, что они тут могут? Вы сами их всех прекрасно знаете, они тут заходят просто, ну, не знаю. Они, как, наверное, как я, фигней страдают, скорее всего. Залутал, как говорится, копье. Тактика у меня такая просто. Ай, ну, ладно, ладно, нормально, пока что. Сойдет. Моя команда куда-то бежит, я отстаю от них, потому что лутаю копья очень полезные, нужные. Надеюсь, они там, правда, не поумирают, пока я тут лутался. Хид на Эдна бежит, там что-то пытается, серьезно? Ты что-то пытаешься сделать, да? Тут какой-то ниг сбежит. До свидания. Нате вам урончик. Ну, у меня сейчас задушат, да? Не тут-то было, не тут-то было. Килимся, лутаем еще одну аптечку. И добиваем. Шикарно, шикарно получилось. Лутаем, конечно, копье, эти вот обойдутся. Да, обойдутся, конечно же. Особенно ты, Лиззи, обойдешься. Антикомандный игрок. Так, это убиваем. Красиво лутаем аптечку. Там какой-то енот дерзкий очень был. Был дерзкий, но стал не дерзкий. А, это та ехидна, которая тогда от меня убежала, да? Серьезно? Блин, ну я, конечно, вот прыгнул. Я знал, что на черепахе уже нету ничего. И прыгать смысла не было никакого. Ну, короче. Да, изи-каточка. Изи-каточка. Развалили на изи два склада. Ну, противники просто слабоватые были, откровенно. Откровенно слабые. Плюс у меня, видите, команда. Ну, чуть-чуть, но получше. Чуть-чуть, но получше было. Опять же, крольский скиппер вроде адекватный. С этим. С копибарой, но это не точно. Я особо не видел, что они делали, поэтому... Ну, как-то с собой надо следить, да? В первую очередь. За командной тоже дело такое. Наблюдать и следить, что они там делают. Что если отвлекаться, то, конечно, я сам накосячу. Поэтому не советую. Ну, изи-каточка. Ни-нотик с феромонами. Правда, в этом бою особо реализоваться не получилось. Ну, как тут реализоваться, когда, ну, вот... По одному приходят, умирают. Ты по одному просто убиваешь, феромону одного тратишь, и все. И то не всегда полезно. Хотя черепаха неплохо словил в итоге. Он, как бы, ну, откинулся, аптечку потерял. Из-за него команда пошла врываться в нас, и как бы умерла. Ну, все было красиво, я считаю. Ну, тот прыг мой, да? И смерть черепаха в итоге повлияла на то, что... Вот. О, тени. Ну, и мы всех добиваем, конечно. Ну, лук это имба на еноте. Особенно лимитарный прям вообще. И ты просто заходишь, кнопочка нажимаешь, такой пшик, и нету никого. Да. Особенно вот феромоны... Ну, вот я же говорю. Енот с феромонами это супер имба. Еще биться туда и патэслот. Ну, да. Неделю назад вышло, и решили еще раз напомнить на второй неделе. Видимо, по понедельникам это влазит. Я так понимаю. По поводу, кстати, вот этого скинчика, и стоит ли его убрать вообще. Ну, ребятки, наверное, стоит. Нет, стоп. Наверное, пока не стоит. Ну, в общем, сложно, сложно. Я постараюсь в последний день... Или не смолочится. Ну, в общем, не знаю, короче, как это будет, когда мы скин посмотрим. Ну, я просто не рассчитываю на то, что там есть анимация у скина, да? Вы можете его посмотреть сейчас в игре, как он выглядит. Он там наилей нужен доступен для просмотра. Ну, и решить, да, для себя, нужно вам или нет. Но, исходя из полностью боевого пропуска, в котором просто один скин и один легендарный сундук, там даже черного ящика нет, да, понимаете? Даже хотя бы какой-нибудь черного ящика. Ну, небольшого, да? И, ну, в общем, короче, боевый пропуск сейчас ни о чем. Поэтому не советую. Вот чисто поэтому. То есть, бывают боевые пропуски лучше. Там тоже и новые скины, и при этом еще ящиков накидывают неплохое количество. Ну, в общем, приятно звучит, да? Но, к сожалению... Мое, мое, мое... Мое. Ну, ладно. Тут без шансов было Никс, конечно. Вы сами все понимаете. Блин, не успел. Эктивный навык комбах. К сожалению. Ну, ничего бы не поделать. Да, сейчас бы мне, конечно... Легендарный лук. Зацените, кстати, как красиво, а? А что сейчас было за усиление? Кто-то понял? Ну, а это был яд от... Да, это же был яд от этого. Ну, смотри, как красиво. Красота, да. Красавчик. Красавчик. Красивый яд, конечно. Ничего не сделаешь, не скажешь. Нравится. Какие пути вылетают красиво. Ага. Конечно, мы попробуем достать легендарь дроп. Есть шанс небольшой. Это то, что... Царский влет. Пирамоны в четверых. Ну, вы понимаете. Кто батя? Кто батя? Кто батя? Я батя. Опять залетаем. Минусуем аптечку у Брюса. Афтики Брюс без аптечек умирает. Кто батя? Ну, ладно, шичко, конечно. Это полезный снег сайта. Показал. Ну, красиво же было, красиво. Чисто на феромонах залетел там. Четверых сразу. Ух, как же это было и как кайфово. А какой-то гений лутает в стеночку. Красота. И жаб, конечно же, добивает ядом. Нормально. Нормально. Я влетел, нажал лук. Фул хп снёс, а жаб добил ядом. Он даже не уроном добил, он просто добил ядом. Дырочку я оставил. Чё вы? Ну, в общем, акул от нас сбежал. Там еще где-то сват, сват, кстати. Ну, уже никто, нет смысла сливать. То есть, я его уже не отдам, так сказать, на растерзание противником. То есть, ну, в другой бы ситуации она бы... Хотя, можно и отдать, наверное. Ну, он хотя бы с нами бегает, вроде бы... А, сандалиста нет, ребятки, отдаем, отдаем. Пусть его убивают. Кто глупый, тот я. Ну ладно, Джейд, глупее меня. Кстати, верите, Брюссу тоже поднялась аптечка. То есть, да, енот летает аптечку. Блин, вместо святых штоптечку. И чё, офигел акул? Гарки гевшей морды. Посмотрите, заметьте, где Никс. Где Никс, когда у нас замес. Правильно, ребятки. А нет его. Почему? Потому что он не адекват. Но, к сожалению, я уже ничего с этим сделать не смогу позитивного. Как мне бы хотелось, да? Ну, слушай, смотрите, там с дефибрилляторами. Крутые вообще. Блин, автоатаками жесть сработала. Ну, крутые, крутые. Обидно, что Никса не получилось нашего отдать на растерзание противнику. Я бы это сделал. К сожалению, он просто сбежал. Да, он убежал сюда, вот вправо. И здесь бегал, все весь за место, да? Ну, вы же понимаете, гений они такие. Алекси. Легендная дробь забрать, сантали святого одеть. В бою не участвовать. Та-дам! Тактика Никса. В нашей Хэй-Алексу. Не все такие, да, не все. Но вы знаете, сколько у нас процентов Никсов. Посмотрите, с другими персонажами, да? Там процентов 80, наверное. Ну, ладно, я, конечно, уитерирую, пацаны, 50. На, гранаточку. Ну, он хотя бы не убегал, и то радует. Ну, жаба тоже. Хотя, ну, если зубов вампира нету. В принципе. Но опять же, 10-й сантали святого есть, а зубов вампира нету. Но как-то странно смотрится, да? А зубами вампира жаб, вот прям такой сборочек, он прям царит. Царит. Это прям идеальная сборка для него. Но почему взял сантали святого, тоже не понятно. Ну, гений, их не понять. Ну, вот он, них, конечно. Да, тоже прекрасный гений. Ладненько, давайте еще один боец. За такого модного енотика. Пускай, посмотрите в него глазки, а? Какие у него глазки красивые, а? Красавец, красавец, енот. Еще и имба, литейшая просто. Да, был бы легендарь дроп, конечно, легендарь лук. Я, кстати, один раз вроде тестировал, не там, вроде, такая кайф. Жаль, нельзя играть, конечно, каждый бой с гидаром луком на еноте. Иначе бы можно было реально каковать. Ну, конечно, в каждом боюшке есть больной никс, который, которому очень нужно, очень нужно быть больным, да. Конечно же. О, золотой лук, золотой. Погнали, погнали, енотик. Енотик, да иди сюда уже, давай, пофиг, пофиг на них, давай, иди сюда. Так, никсан, даже феромонить не надо было. Закидываем урончик. Этих убиваем. Тут урончик тоже закинем, пока что вот так вот. Этого хватит. Тут бачка спасаем, я аптечку лишнюю золотая пока что. Хотел сказать, что за феромонью Лиззи, но какая-то Лиззи была слоупочная, и мы ее просто так вот развалили. Сейчас еще раз развалим. Блин, тут еще скот пришел, ну, е-мое. А вас тут немного, не? Как же у вас тут много-то, а? Они еще и бегут. А где мой склад? Ага, вот они. Они легендарные гидробовизов, я понимаю. Опять же, бесполезный бак золотал, который весь бой проезжал мертвый. Енотик, ну ты, конечно, да, тут взял, развалился, пока меня не было. Ну вот же енотик, а? Да ну кнопка, ну. Вы видели, куда мне активный навык нажал? Ну вы эту видичь видели? Я стою, смотрю на бака, у меня активный навык нажимается вверх. Точнее в спину работает. Ну, это как, как вам, а? Вот я вот так вот стоял, смотрел на бака, а не нажимаю активно. У меня у еноты прыгает назад. Назад прыгнул. Ну вот, что это за гениальность была? Как можно было прыгнуть назад на ено? Да вы задолбали резаться, ну. Без меня. Командная работа, блин. Лучше бы пятером играть научились, чем синий страдать. Ой, а ну, реально бакалипт на бакалиптах, гляньте, как его лагает, капец. Ладно, тогда понимаю, почему бак умер. Его просто нереально лагает. А нет, нету легендарного, но ошибся, значит. Ну, что, вот такой вот замес, ребятки. Давай енота сила. Да, именно так. А, орел золотой, генн, поиксит, и он там был. Я что-то просто подумал, что бак там, они дрались за него. Ну, бак дико лагает просто. Сочувствую этому баку. Бедняга, смотрите на него. Хотя, я помню, просто так же играл. Были времена, было время. Там, помню, проходил дорогу лап с лагами. У-у-у-у, весело было. Еще как. Просто с красным пингом, вот тут вот красное все. Одна полосочка, тут самая нижняя. Ты просто бегаешь, у тебя все рыбками. Ух. Бывает, зависает на 5 секунд. Ммм, такой кайф. Ну, а бывает вообще вырубается. Из-за тебя играет бот. Да. Ну, ничего, так говорится. И так топ-1 берутся, я вам так скажу. Да, вот так неожиданно, ребятки. И даже так топ-1 берутся, да. С таким красным пингом, с такими вот лагами. Поэтому, да. Лишь бы было желание. А топ-1 возьмется. Вот видите, бак сейчас же топ-1 взял. Значит, смог. Да, он пролежал много мертвых, ничего не делал. Ну, не поспоришь, но. По итогу он же все равно кто-то взял топ-1. Как минимум, он не убежал никуда. Нигде не умер вдалеке, да. Его спасти смогли. И все такое. Ну, что же. Последний топ-1 готов. Енотик прекрасный. Два енотика прекрасных. У меня, правда, киллов нету. Ну, я везучий, вы же знаете. На киллы. Хотя я жил до больше, чем этот енот. Убивал и дамажил больше, чем этот енот. Но по итогу киллы у него. Тадам, тадам. Ну, как говорится, мне не обидно. Главное, это победка для меня. Ну, это все. Если видео вам понравилось, то подписывайтесь, оставьте комментарии. Не болейте, не скучайте. Сегодня прекрасные бои. Всем пока-пока.